Ну вот она рыночная экономика и вот он капитализм, и вот она Великая депрессия, которая начнется, ну, наверное, через полгода после выборов президента. То есть что сделаем мы? Попробуем снивелировать экономические передряги, чем? Просто тупо опустив рубль. Мы такое делали. Куда валить? Что делать? Мой личный совет. Валить надо в деревню. Конечно, наши местные власти, там, челябинские, всячески вас отговаривают от переезда в деревню. Ну, рассказывают сказки о том, что с медициной в деревне пора завязывать. Так и медицины в России нет. Для того, чтобы лечиться, необходимо вообще-то забор уже ездить. Там и дешевле в три раза, и качественнее. Вот. Но, тем не менее, Америка выехала из Великой депрессии 29-го года именно путем переезда из города на землю. Земли у нас, слава тебе Господи, хватает. Не маленькая страна, так если на карту глянуть. Да и вообще. Земля нас всегда кормила. И теперь необходимо просто понты обрубить. Вот. И спокойненько понять, что даже садовый участок может с комфортом заменить однокомнатную квартиру. Ну, с учетом того, что квартпата сейчас такая, правильнее все-таки опять же в деревне. Если в деревне нет условий, то условия можно создать. Причем создать за копейки. И для этого здесь на торговых рядах на автомобилистах есть павильончик замечательный. Твой дом. Он в углу здесь располагается, сетка там, все остальное. Вот. Но самое главное, что сегодня сейчас твой дом может быть гораздо комфортнее. Даже если у вас туалет на улице. Потому что сегодня мы поговорим о биотуалетах. Кстати, с которыми можно замечательно деньги и заработать. По одной простой причине. Вы вообще пробовали, извините, посикать или покакать в городе? Туалеты платные есть только в торговых центрах. А где другие-то туалеты? Так вот, твой дом – это поставщик вот этих самых коммерческих туалетов. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Раньше на жителя Магнитогорска деревенские жители смотрели как на больного. Ситуация в последние годы не изменилась. Мы, горожане, теперь еще и психически больны. А вопрос переезда вашей фифы в неприспособленные типа условия решается-то очень просто. Вот этот туалет за 5000 рублей экономит 5000 рублей квартлаты в месяц. Неоцененного здоровья свежего воздуха, нормального питания и целых нервов, не затюканных телевизионными помоями. Кстати, такой туалет можно получить в подарок или подарить. Очень, поверьте, полезная штука. Я, конечно, в действии продемонстрировал. Но, представляете, мне там придется гениталии своими там всякими штуками закрывать. Мне интересно. Ладно, принцип действия. Вот такой же, абсолютно простой. Места не занимает. То есть, вот такой туалетик стоимостью там 4,5-5,5 тысяч рублей. Уютно умещается в любой комнате. В любой комнате. Он не будет пахнуть, если вы будете использовать фирменные реагенты. Или вот эту вот бумагу. Вот. То есть, вот у вас дачка, допустим, да? Или дом в деревне. В спальне поставьте, в принципе-то. Ну, понятно, там, муж с женой они поймут друг друга, что посикать, покакать надо. Ничего страшного в этом нет. Вот запаха, еще раз говорю, нету. То есть, вот все ли сделали свое дело. Вот здесь вот сливное отверстие, так покачали помпочкой. Чик-чик. Все. И, в принципе, санузел оборудовать-то и не надо. То есть, санузел, это 5-100, там, 200-300, может быть, до миллиона. В зависимости от ваших аппетитов. Если вы хотите, круто сделать. Вот. Насколько хватает? То есть, лазить туда, проверять, ничего не надо. Вот здесь стоит индикатор. Как только загорелся красным, все, надо, ну, как бы, убрать. Убирается так же легко и просто. Разлагается все вообще в никуда. Вот, естественно, все в компостную кучу. Вот такая бумага, здесь есть тоже, есть туалетная, тоже полностью разлагается. Насколько хватает этого универсального экономителя времени, денег и тепла? В принципе, на семью из трех активно живущих людей на неделю. То есть, раз в неделю и все. Вопросов нет. Вот. Теперь, помните, в начале сюжета я говорил, как можно на вот этих вещах, но не на таких вещах, деньги заработать. Вот эти туалетные кабинки, которые стоят в нормальных городах, везде и всюду, они начинают приносить прибыль, чистую прибыль. Окупаются они за два месяца. А следующее, это уже чистая прибыль. То есть, грубо говоря, если не лениться, то 9 тысяч рублей на одном туалете в месяц можно легко заработать. Это, к слову, то, что магнитогорцы абсолютно ленивые люди, не хотящие соображать и зарабатывать деньги. Так ли это? Ну, давайте посмотрим. К концу этого летнего сезона. Да почему к концу летнего сезона? Я, допустим, еду по городу сейчас, и опять же возникает вопрос, а где посикать? Включите, пожалуйста, этот вопрос. Начинающие бизнесмены или те, кто вообще головой умеет соображать, куда за этим всем ехать? Вот сюда.